Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте наши подписчики и гости. Мы начинаем программу, которая называется «Что есть смысл человеческой жизни, какова причина кармы». Я рад приветствовать сегодняшнего гостя Василия Рябиковича Трушкина, это полное имя, Раджидер Мартас. Приветствую всех, здравствуйте. Дорогие друзья, поскольку вы все здесь, возможно, меня знаете из гостей, я хочу представиться, меня зовут Майкл Верихов, я основатель и руководитель народного центра Санкт-Петербурга, США и Университет познания личности. Ну, и сегодняшняя тема у нас, просьба и вопросы, которые вы задаете, именно в тему. В прошлый раз было как-то спонтанно, как-то хаотично, люди задавали вопросы не в тему. Ну, вот мы с прежентом Майкл Верихов решили о том, что мы будем, я буду зачитывать вопросы. Да, ну и еще раз хочу напомнить о том, что я нахожусь в походных условиях. Это означает, что очень нестабильный интернет, приходится ввести этот эффект, и остальные, они просто разрешили находиться там где-то поближе к рауту. вот, и через определенное время мы, я буду зачитывать, наверное, будет все попроще. Итак, мы давайте начинаем, да? И вот вопросы сразу, у меня есть вопросы, наши зрители задавали. Ну, так, какова причина кармы? Давайте начнем самое простое. самое, сегодня одно из популярных слов, но не воспринимаемое многими, поскольку это карма, это, как вы ее запоминаете. Он здесь есть, у нас нет. У нас своя карма, так сказать. Ну, давайте, дай нам объяснить, что есть карма и как с ней быть. Ну, лучше всего брать термин в его изначальном смысле, как он объясняется в ведической традиции, откуда он исходит. И буквально слово карма обозначает просто деятельность, просто деятельность. Слово кара обозначает рука. Вот обычно деятельность совершают рукой, ну, в традиционном обществе что-то там делают, строят, ломают и так далее. Вот. И деятельность, с одной стороны, по первому значению, вернее, карма по первому значению – это деятельность. Ну, мы знаем, что у всякой деятельности у нее есть определенные последствия. Строили, например, построили, допустим, посадили семена, сняли урожай. Вот. Поэтому также кармой называют не только саму деятельность, но и плоды этой деятельности. И тут уже начинается дифференциация, потому что действия бывают разные, и плоды бывают разные. Поэтому веды говорят о том, что существуют такие термины, как, допустим, пунья карма, вот это благочестивая карма, вот, и, допустим, папа карма – это греховная карма. Или самый худший вариант – это угрокарма. Отсюда русское слово угроза, угрожающий. Так, угрокарма – это уж совсем плохие дела. Вот. Поэтому мы видим, что карма является комплексным понятием действия разных уровней – хорошие, плохие. То есть, хорошее обозначает приближающие нас к Богу, плохие обозначает удаляющие нас от Бога. То есть, хорошее и плохое – это неотносительные понятия, как некоторые пытаются это все подавать, что, типа, представление о добре и зле у каждого свое, ничего подобного. Есть объективные критерии добра и зла. Итак, добро – это все то, что приближает нас к Богу. Зло – это все то, что удаляет нас от Бога. Совершенно точно без вариантов. Вот. И, соответственно, разные будут плоды. И поскольку душа вечная, а тело временно, то за одну жизнь мы не можем получить все плоды своей кармы. Поэтому, соответственно, эти плоды передаются в следующую жизнь. Вот. То есть, карма тесно связана с понятием реинкарнации. То есть, реинкарнация – это та же самая карма, но в перспективе многих рождений. Поэтому карма – очень сложное, комплексное понятие. Есть такой термин, называется санчита карма. Санчита – это буквально куча. То есть, вот все то, что мы заработали за много-много-много разных жизней. И среди этой кармы есть карма, которая нам выделяется на эту жизнь. Называется прарабдха. Карма проросшая. Есть апрарабдха. То есть, то, что еще не проросло и то, что станет основой нашей будущей жизни. Есть уже отжитая в этой жизни карма, так называемая рудха-карма. Есть та карма, которая еще осталась нам в этой жизни, так называемая агама-карма. И есть некоторый элемент свободы. Потому что, если я не могу сказать, что есть только-только вот вся такая предопределенность и все, это будет тоже ошибкой. Потому что, допустим, человек получил наследство. Это его карма. Из прошлой жизни ему пришло. Вот он заработал так, что, допустим, в раннем возрасте он получил большое наследство. Это прарабдха-карма. А вот теперь, что он с этим будет делать, это проявление его свободы. Он может вложить куда-то, может пожертвовать, раздать, какой-то боготворительный фонд отдать или еще что-то. То есть это уже будет так называемая крия-мана-карма. Крия-мана-карма – это то, как он распоряжается со своей прошлой кармой. Допустим, у человека может быть какое-то не очень крепкое тело от природы. Он получил прарабдха-карма, не очень такое у него мускулистное. Он может сказать, ну ладно, пусть так и будет. А может начать заниматься, допустим, физкультурой, спортом, каким-то развитием, особое внимание ему удалять, и до определенной степени эти вещи может скорректировать. А у кого-то наоборот, допустим, может быть очень такое крепкое здоровое тело, но если он встал на путь саморазрушения, наркомании, пьянства, такой-то нездоровый образ жизни, то тот потенциал, который ему дан, он может его заметно ослабить. Это будет все проявлением его крия-мана-кармы, то есть некоторой свободной воли. Поэтому карма – это сложное комплексное понятие. можно назвать ее законом сохранения энергии на таком моральном тонком уровне. Это закон причинно-следственной связи. Поэтому наивно было бы думать, что карма – это просто какая-то индийская вера. Да, в Индии тоже далеко не все понимают, что такое карма, поэтому там тоже много такого сентиментального, неверного понимания этого всего. И карма определяется определенным образом, то есть методики есть, допустим, джиотиш, шведическая астрология, она показывает нам потенциал, с которым мы пришли в эту жизнь, сильные и слабые наши стороны, где мы можем себя проявить лучше всего, в какие сферы нам лучше всего, как говорится, не соваться, потому что у нас там нет никакого потенциала, чтобы мы не тратили время. То есть есть вот эти методы диагностики кармы. Кто-то, допустим, такие личности, как Лазарев, у него свои какие-то методы, анализ и так далее. Есть люди, обладающие каким-то мистическим восприятием, зрением, они там как-то по-своему диагностируют эти вещи. То есть существует явление и существуют методы его диагностики, оценки потенциала, оценки каких-то перспектив, возможностей, что, когда может произойти, или там, допустим, ну, насколько этот человек будет весомым в жизни, то есть он может выйти там на какой-то очень высокий уровень или какой-то средний уровень, или какой-то там небольшой, да, то есть можно быть начальником, может быть председателем колхоза, можно быть мэром города, можно быть президентом страны, да. И тот, и другой, и третий, это все администраторы, но разного уровня, разного масштаба. Вот, поэтому карма – это очень сложное комплексное понятие, поэтому в Бхагавадгите говорится, что все хитросплетения кармы крайне сложны для понимания. И самое сложное в карме – это, пожалуй, то, что мы иногда не понимаем, где есть начало, где есть конец, потому что мы живем в определенных циклах, то есть время движется по кругу определенному, вот, и поэтому мы думаем, что сейчас что-то такое новое начинается, хотя на самом деле это как раз заканчивается, то, что приходит из прошлого. А иногда мы думаем, что заканчивается, но на самом деле оно только начинается. И вот это вот достаточно сложные вещи для определения, и поэтому люди часто путаются, и в связи с кармой существует огромное количество всевозможных, так сказать, спекуляций, вот, наиболее популярное из них – это то, что есть вот такая вот полная предупределенность, такой детерминизм абсолютный, да, что из-под кармы никуда невозможно выбраться. Вот, другая версия, прямо противоположная, что, о, что нам карма, так сказать, сейчас мы ее быстренько сожжем, что называется, в огне, да, мы слышали, что есть духовная практика, практика духовная подобна огню, вот она сжигает всю карму, вот, и это не всегда правильное понимание, потому что, без сомнения, в духовном огне карма сгорает. В Бхагавадгите говорится, что подобно тому, как дрова, огонь превращает дрова в пепел, точно так же и духовное знание сжигает последствия наших каких-то греховных действий. Но, опять же, какая карма сгорает? Сгорает карма в форме семян, которые еще не проросли, вот, а прарабдха карма, то есть, которая проросла уже, вот, она остается с нами до конца жизни. Конечно, чем более интенсивно человек практикует духовную жизнь, тем меньше влияние этой кармы на сознание человека, но, тем не менее, его события, его жизни продолжают оставаться предсказуемыми, то есть, он идет вот этим вот путем, вот, потому что эту карму, как говорится, ее нужно, ну, съесть до конца, эта энергия, которую, ну, то, что мы заработали, эти вещи необходимо реализовать, необходимо получить. Ну, вот это вот, если в общих чертах, так сказать, коротенько, без особого погружения в детали, что есть сама по себе идея кармы, вот, но всегда уже у существа есть определенный элемент свободы, допустим, у меня есть какие-то тенденции или какая-то, предположим, у человека есть, ну, тенденция чем-то болеть, да, какая-то у него склонность к определенного типа заболевания. Можно сказать, что это карма, которую он принес с собой из прошлого, но если у него есть знание, определенная воля, здравый смысл, то, совершая определенные профилактические действия, он может эту тенденцию как-то вот, ну, минимизировать. А если он скажет, допустим, ну, что ж, если это моя карма, значит, вот пусть так оно и будет, да, и он все пустит на самотек и никак не будет заниматься никакой профилактикой, тогда вот эта вот склонность кармическая его, допустим, к какому-то типу заболеваний, она еще больше проявится, то есть он сугубит свою карму. То есть таким образом, благодаря вот этому элементу свободы воли, мы можем ту данность, которую мы с собой принесли из прошлого, в какой-то степени смягчить или держать на каком-то, так сказать, более-менее приемлемом уровне, вот, а можем ничего не делать, и тогда будет все плохо. Допустим, люди, ну, диабетом страдающие, да, какая-то инсулиновая зависимость, они регулярно должны, вот, так сказать, уколы себе делать, вот, и человек скажет, ну, я не хочу этого делать, ну, тогда мы знаем, что все, как говорится, быстро закончится, да. Вот, поэтому, несмотря на то, что есть некоторая предопределенность в некоторых вопросах, у нас есть некоторая свобода воли, как вот с этим манипулировать, да, допустим, у кого-то небольшой финансовый потенциал, но при этом он знает об этом, и у него такое, как бы, ну, реалистичное представление о жизни, он звезд с неба не хватает и живет так себе, как бы скромно в рамках своего вот этого финансового потенциала, да, и вроде как он немного зарабатывает, но как-то он живет, то есть он умеет строить свое счастье в рамках своего такого естественного бюджета. А есть люди, которые даже имеют большой потенциал, но при этом они расточительны, да, или глупы, и они быстро очень все то, что им дано судьбой, куда-то, вот, так сказать, по-глупому тратят, теряют, там могут промотать свое наследство, все эти вещи. Вот, поэтому очень важно понимать, что кроме вот этой вот кармы, то есть данности, которая пришла из прошлого, есть некоторый элемент свободы воли, который позволяет нам так или иначе, по меньшей мере, до определенной степени эти вещи корректировать. У вас микрофон отключен, не слышно. Возможно, не всем это понятно, то, что вы сейчас рассказывали, поэтому давайте более практично, так сказать, вот, есть такое понятие, как раз Василий Вячеслав, просите, вот, тот же вопрос, который вот я следующий хотел вам задать. Грех. Ну, вот, ну, наверное, в самом случае, я от этого сейчас рассказываю, то в теме, знаешь, что о том, что пятая книга Шерина Павловна, там написано «Адские планеты». То есть, вот, Сэрфил, Грех, 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 бывает, там, что-то маленький, такой, средний, вот, и его отправляют в Ах, туда-ниже, вот, это, вот, это, чистое-то, слоя, ну, скажем, на эти адские планеты, ты почитаешь, кошмар, что-то происходит, то вот, что получается в грех, во-первых, что есть в грех, тогда, в этом случае, второе, и что человек, который совершил грех, опять же, он будет, вот, страдать на этих адских планетах, или у него есть вариант в течение, ну, этой жизни хотелось бы, ну, или как-то. Да, хорошо, это, это очень, очень, очень важный, практичный вопрос, вот, вы сказали, грех. Да, то есть, я до этого говорил о том, что есть два типа кармы, пуния карма, благочестивая, и папа карма, или угро карма, это вот как раз греховное, то есть, грех, это, ну, на русском, на русском языке, что называется термин, да, вот, если брать язык оригинала, санскрит, то там это называется, либо папа карма, папа это грех означает, либо угро карма, такая уже масштабная, разрушительная деятельность. Вот, и, да, последняя, 26-я глава, пятая песня Шимадбхагава, там называется «Описание адских планет», и там не все, но такие основные общие направления греховной деятельности расписаны, но самое ценное, это то, что сказано в начале, это пятая, вернее, это 26-й глава, пятая песня, там говорится именно критерий оценки греха, то есть, говорится, что те люди, которые находятся в невежестве и совершают грехи, ну, скажем так, по неведению, без какого-то глубокого осознания, они просто не в курсе, вот, то они получают без сомнения реакции, какие-то наказания, но в минимальной степени, потому что их осознанность этого греха, она минимальна. Те, кто совершают грехи с пониманием того, что они творят, то есть, осознанно грешат, вот, они получают, естественно, более серьезную реакцию, как вот, допустим, люди, которые сами защищают закон, да, правоохранительные органы, кто-то из них, допустим, там проштрафился, они получают по полной программе, потому что они знают законы намного лучше, чем другие люди, вот, но самая тяжелая категория, там говорится, это те, кто совершают грехи в состоянии такого, знаете, воинствующего безбожия, то есть, когда они этим пытаются, ну, бросить вызов какой-то вот высшей власти, высшему авторитету, там, божественному порядку, вселенной, законам и так далее, вот эти вот личности, они своим таким умонастроением отягощают грех, то есть, очень важный момент, смотрите, есть само действие греховное, да, вот, а есть еще менталитет, который его сопровождает, или мотивация, с которой я это делаю, допустим, какой-то человек, там, кого-то просто убил, да, ограбил, там, ну, из-за каких-то, там, корыстных побуждений, там, убил, все, это вот один, другой, там, какая-нибудь, там, дома уборку делала, там, случайно, на каком-нибудь, там, на карнизе задел этот самый горшок с цветами, он упал вниз, упал кому-нибудь на голову и убил его, да, неосторожное убийство, понятно, что человек тоже ответственный, но его ответственность, она будет значительно меньше, чем тот, кто сознательно совершил убийство, вот, поэтому, если человек, допустим, совершивший грех, в нем проснулось некоторое осознание, понимание, да, то есть, сейчас мы сейчас уже говорим не столько о грехе, а сколько о том, что происходит с сознанием человека, кто-то говорит, вот, я там его убил, да я бы, дай мне шанс, я бы еще раз его убил бы, там, еще, может быть, как-то с какой-то большей жестокостью, то есть, как бы он уверен в том, что убийство, которое он совершил, оно верно, оно справедливо, и он настаивает на своей правоте, а другой человек тоже кого-то убил, ну, говорит, я там был в состоянии эффекта, там, или что-то еще, ну, в общем, как бы раскаивается, да, и вот именно по его менталитету, по его сознанию, как раз и назначается наказание, поэтому существует такое понятие, как искупление греха, допустим, человек совершил какие-то греховные действия, попав под влияние вот этих вот низших гун, страсти и невежества, его, как говорится, понесло, да, вот, потом он что-то такое сотворил, и к нему стали приходить какие-то, ну, он уже начинает чувствовать, да, что-то наказание, как бы, неизбежно к нему приближается, и он искренне, искренне подчеркиваю, раскаиваясь, пытается каким-то образом эти грехи нейтрализовать, кто-то там молится, да, кто-то там пытается, например, какими-то теперь благими деяниями искупить, это кто-то там говорит, ладно, давайте меня, не знаю, там судите, исправительные работы или там срок лишения свободы, но при этом у него нет какой-то там обиды на закон, обиды на прокурора, на обиды на судью, которую посадил, а он понимает, ну да, по делам мне, я виноват, да, и вот это вот само по себе внутреннее раскаяние и желание искупления греха, это есть то самое состояние сознания, которое, собственно говоря, ну и является главным лекарством, потому что вот эти вот адские планеты, они же не говорят о том, что Бог садист, вот, то есть с одной стороны он должен по закону вот этого компенсации, да, то есть вот то насилие, которое человек совершил, теперь оно должно быть компенсировано вот этими муками в аду, но цель-то какова? Цель с течением времени исправить сознание живого существа, добиться от него хотя бы какого-то вот этого состояния раскаяния, вот, поэтому то, что существуют адские планеты, это совсем еще не предполагает, что мы обязательно должны попасть, даже если мы совершали какие-то определенные грехи, вот, если, допустим, человек раскаялся и какими-то такими своими благими действиями до определенной степени это все искупил, то есть он может попасть не в ад, а может в следующей жизни, ну, допустим, получить какой-то более низкий стандарт жизни, да, вот, или чего-то там лишиться, да, допустим, человек, который регулярно крадет, он может родиться в своей жизни, предположим, без руки, да, вот, или без рук вообще, или еще что-то такое, то есть люди, которые там как-то, ну, сквернословили, ругали, там, какую-то клевету разводили, там, и так далее, они могут родиться немыми, допустим, да, вот, поэтому здесь существует много разных вариантов корректировки. Ад – это такая, ну, как бы экстремальная форма уже для таких совсем неисправимых, что называется, но люди, которые как-то вовремя опомнились еще при этой жизни, признали, допустим, вот эти вот свои какие-то ошибки и прочее, и что-то пытаются делать для искупления этого греха, понятное дело, что у них больше шансов в этот раз не попасть, и что как-то в более какой-то легкой форме они могут пережить эти последствия, ну, допустим, в этой жизни или в следующей жизни, ну, оставаясь человеком, не обязательно опускаясь до адских форм жизни. Микрофон. Микрофон. Это я убираю, поскольку у нас тут сходят, и я не хотел бы, чтобы это услышно было. Ваше мнение, поскольку это довольно сложный вопрос, я понимаю, ну, вот у нас пять тысяч лет назад было, это самая простовутая битва на поле Горкшетра, и там друг друга убивали. Вот. Но там был Господь Бог пришел, и он говорит, нет, должен их армию, ну, так сказать, проучить, скажем так, и даже убить. А вот сегодня, ну, сегодня нету Господа, он приходил господь Бог, он не давал указания убивать, да, а тем не менее, люди убивают. А они говорят, не солдат. Ну, насколько я понимаю этот вопрос, Шрилапрабхупаду, в Боговадгите дает комментарий по этой теме, и он, в частности, приводит такую аналогию. Пример, он говорит, что солдат, который убивает по приказу вышестоящего офицера, вот, он становится героем, да, ему потом медаль дают, герой за отвагу. Вот. А если этот же солдат, когда он уже в мирное время кого-то убьет без приказа вышестоящего офицера, то же самое действие убийства, но он становится преступником, ему за эту медаль не дают. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что действия, которые санкционированы свыше, а в армии мы же знаем, то есть там, как бы, ну, говорится, что приказы начальства, они не обсуждаются, они выполняются, да. Вот. В этом плане солдат, подчиненный, он не имеет свободы воли. Если он нарушил приказ вышестоящего, то по законам военного времени он может попасть под трибунал, его самого могут расстрелять. Вот. Поэтому, когда человек оказывается в таких экстремальных обстоятельствах, вот, и он получает все эти приказы, он, как бы, это не его инициатива, это не его выбор, это не его инициатива. Он попал в обстоятельства, где он должен так действовать. Потому что здесь, как говорится, ну, если не я, так меня убьют, то есть это, поэтому экстремальные обстоятельства, они оцениваются несколько по иным критериям. То есть, допустим, когда у человека больше свободы воли, ну, такие вот мирные, нормальные условия, да, где нет какого-то экстрима особенного, это одни обстоятельства. Здесь все решает именно свободная воля человека. Но обстоятельства экстремальные, где свободная воля человека сводится к абсолютному минимуму, они оцениваются уже по другим критериям. Вот, поэтому здесь это так называемая ападдхарма, или, как сказать, обязанности в экстремальных, вынужденных обстоятельствах. Вот, поэтому здесь, ну, Господь приходит не каждую, как говорится, там, ну, войну и говорит, там, стреляй, там, убивай того или сего. Вот, но в ведические времена много всего было, да, так сказать, тоже, хотя мы немножко иногда склонны идеализировать ведическое общество. Оно не было идеальным. Вот, оно было идеальным только в том смысле, что там были идеальные идеалы сами по себе, вот, и были идеальные возможности. Но люди никогда не были идеальными, просто у них было больше возможностей. А люди всегда имели тенденцию отклоняться туда или сюда. Вот, и поэтому какие-то конфликты, они регулярно присутствовали. И не обязательно, что на каждый, так сказать, вот там конфликт должен приходить Верховный Господь и давать личную санкцию. Допустим, в той же второй главе Бхагавадгиты, когда Арджуна отказывается выступать в роли воина, Кришна говорит ему, что нету для Кшатрия более, скажем, такого оптимального варианта попасть на сваргу, кроме как вот умереть за дхарму, да, за долг свой. Вот, и вот это вот дхарма, это понятие, что же так очень широкое, растяжимое. То есть, есть материальный аспект дхармы, есть духовный аспект дхармы. Вот, если, допустим, человек, ну, верит в то, что он там освобождает там свою страну или что он сражается за какие-то более высокие интересы, вот это и есть его дхарма. Вот, поэтому Кришна говорит, что там Кшатрии умершие, вот, исполняя свой долг, они попадают на сваргу. То есть, это слова Кришны, которые указывают на, как бы, такие несколько универсальные вещи. Теперь уже начинаются, как бы, такие тонкие моменты, а что есть дхарма, что не есть дхарма. Вот, здесь нужно много спорить, но смысл в том, что у дхармы есть признаки определенные, то есть, внешние и внутренние. Внутренние признаки дхармы – это вот, ну, посвящение всего Богу. Внешние признаки дхармы – это деятельность на основе своей природы. То есть, вот, ну, человек, допустим, вот он солдат или он там обучен, или его призвали по закону, да, вот там, и он теперь действует таким вот образом. То есть, это его дхарма. Пускай она будет временная, но это его дхарма. Он от него деваться никуда не может. Вот, и поэтому, поскольку у него свобода и абсолютный какой-то минимум, то он, как бы, сама судьба его подталкивает вот на эти вещи. Вот, поэтому можно сказать, конечно, так сказать, что все современные войны, войны Кали-Юги – это там войны между разными типами там демонов. Одни демоны, другие демоны и так далее. Можно так повернуть, да, вот, и в этом будет какая-то доля истины. Можно повернуть по-другому, потому что мы знаем, что ни одно событие все-таки, особенно такие масштабные вещи, они не происходят без дозволения Верховного. Если человек понимает, что через эту ситуацию, как бы она там плохо внешне не выглядела, происходит некоторое решение какой-то задачи, после которой наступит что-то другое, да, вот, допустим, чтобы построить что-то новое, нужно сломать старое. Вот, и какой-то один порядок, допустим, себя изжил, может наступить другой порядок. Если старый порядок, он, как бы так, сопротивляется, то определенные силы, они его сламывают, да. И поэтому мы, с одной стороны, можем оценить это событие как вот, ну, какую-то вроде как адхарму, да, но если посмотреть на него шире, то выясняется, что это нечто локальное, что является частью какого-то более глобального плана, который является планом Верховного Господа. Поэтому одно и то же явление мы можем оценивать по-разному, и поскольку мы не можем до конца оценить, вот, ну, как бы всей глубины вот этих вот иерархий причинности, которые породили то или иное событие, вот, то все наши умозаключения, они будут грешить какой-то неполнотой, то есть мы можем быть правы, там, на сколько-то процентов, да, у меня есть какие-то аргументы, а поскольку я не все знаю, то в чем-то я могу быть неправ. И поэтому вот эти вот все вещи, они всегда поляризуют общество, появляются сторонники одной версии, другой версии, вот, и у каждой свои аргументы там, и они начинают как бы спорить, да, и этим спором нет конца, вот, потому что вот это вот истина или истинный план Бога, он до конца нам никогда не понятен, и поэтому что-то выглядит внешне как преступление, потом мы узнаем что-то более широкое, выясняется, что это была какая-то необходимая ступень для реализации какого-то следующего шага, вот, а если мы в узких каких-то масштабах оцениваем, то наши оценки, они всегда будут грешить вот такой вот, ну, как бы неполнотой. Хорошо, как объяснить, правда, объясняется, но тем не менее, как объяснить то, что идет с первой, то есть дело, что попал на складовом, первым, кого он увидел, был вперед, который был как раз-таки демоном, да, с конечностью, а кто-то вдруг вместо того, чтобы туда отнесло, наверное. Вот вам как раз и есть то, что вы задали ваш вопрос, он и есть отчасти иллюстрация того, что по земным меркам, да, вот с нашей точки зрения оценок, и Юдхиштхира, он совсем не дурак, очень мудрый человек, да, первый, кого он видит на сваргалоке, это Дурьотхана, демон, да, он думает, как так, то есть в его уме возмущение, и почему его в уме возмущение? По одной простой причине, что Юдхиштхира пришел на сваргу в человеческом теле, он не менял тело, допустим, его братья, его жена, они перед тем, как попасть на сваргу, они буквально умерли, они шли через Гималая, они оставляли свои тела, вот, потому что за каждым из них водился хоть небольшой грешок, поэтому они все умерли. Юдхиштхира был полностью безгрешным человеком, поэтому он не умер, он не оставил тело, вот, и поэтому он пришел в своем теле на сваргу, но это был плюс, да, а минусом было то, что у него сохранилось такое исключительно человеческое мышление, вот, и поэтому, когда вот это вот возмущение у него в уме появилось, и он стал высказывать какие-то претензии, то там рядом находящиеся Индра и Нара Дамуни сказали, Юдхиштхира, ты уже не на земле, поэтому если вот эти вот земная система координат, она уже здесь не актуальна, то есть ты уже в другом мире, потому что какой-то определенный кусок кармы, в котором ты и Дурьотхана были врагами, он уже отжит, все, забудь об этом, это закрытая глава, теперь уже начинается другой этап, да, а у Юдхиштхира сработала эта инерция, потому что он уже тело не сменил, а раз он тело не сменил, значит он помнил, что было раньше, у него эта память сохранилась, да, и поэтому эта вот преемственность памяти, она и заставила его возмущаться, если бы, допустим, он умер, да, и получил бы райское тело, то в связи этого предыдущего опыта он уже был как бы, ну, ушел бы в пассив куда-то там, он сейчас не был бы актуален, он был, о, какой-то там замечательный человек тут сидит, да, на сваргалоке, привет-привет, да, а поскольку у него эта вот преемственность памяти сохранилась, то у него возмущение, как так, демон вдруг в раю первым оказался, да, что за странные вещи, вот, и ему сказали, что он же искупил свою вину, это страшная смерть, да, он там сколько мучился, там, как его бхима изуродовал, фактически сделал, он много мучился, да, вот, то есть ему объяснили, что уже здесь мирские, эти человеческие оценки, они уже не актуальны. Нет, вы сейчас этим в самом конце вы объясните, то есть с точки зрения, если сферы ему объяснили, да, с точки зрения Дюрья Таня, каким образом он оказался, будущий демон оказался на сваргалоке, ну, вот сейчас вы уже, да, вы рассказали о том, что он не свитый, то есть речь идет о том, что, в принципе, не обязательно умирать, вообще-то говоря, для того, чтобы, так сказать, искупить свой грех, или то, что вот мы называем кармой. Я хотел бы, Ольга, простите, но это вопрос не совсем в тему, если вам интересно, другой программинец, задайте, тут легко объяснить это все. Я по сравнению на таких занимать. У нас есть другие вопросы, вот Вячеслав задает вопрос, интересный тоже вопрос, вот, а как понять согрешил для сегодня или нет? Или заповедник? Я бы задал вопрос. А какой перечень греховных поступок, кроме заповедника Христа, на что ориентироваться? Здесь можно сказать так, то есть можно дать короткий ответ и дать расширенный список. Если короткий ответ, то существует четыре принципа, которые можно как бы расшифровывать и детализировать весьма и весьма. Первый принцип цивилизованной жизни – это ненасилие, так называемое ахимсы. И, соответственно, грехом является все то, что порождает такое ненужное насилие. Причем надо заметить, что насилия в целом избежать-то нельзя. Если я просто срываю с клумбы цветок, это уже насилие. Понимаете, да? Но если я этот цветок, скажем, в какой-то букет оформляю, предлагаю это все Богу, это уже не насилие. Потому что Кришна говорит – предложи мне листок, цветок, плод или воду. Поэтому дело не только в том, что мы совершили, а куда дальше этот теперь продукт пошел. Допустим, человек срезал, не знаю, помидоры, огурцы на грядке, что-то там еще – это тоже насилие. Но теперь это превращается в какую-то необходимую пищу, и в идеале даже человек может эту пищу осветить, принять – все. Как бы это насилие, оно компенсировано. Итак, смотрите. Когда говорится «насилие является грехом», имеется в виду насилие неоправданное, насилие, ну как бы превосходящая необходимость. Поэтому веды и говорят, вот, скажем, убийство животных, ну, животные, рыбы, птицы и так далее, все вот такое, животное, что как бы без крови не добудешь, да не пустив ему кровь. Это все является ненужным насилием грехов. Итак, здесь много разных видов. Теперь можете вывести отсюда что хотите, там, не знаю, работу на бойне, там, или даже какую-то охоту, там, или что-то еще. Это все будет определенная греховная деятельность. Итак, принцип «насилие – это грех», да, и, соответственно, «насилие – это то, чем мы его компенсируем». Другой грех веды говорят – это ложь, да, здесь вот обман. Он может приобретать огромное количество видов, особенно в нашу эпоху, когда все эти цифровые технологии и так далее. мошенников развелось, разных мастей, ну, миллион, сколько всего, да. Вот. И главная их цель – каким-то образом завладеть вашей информацией, вашими деньгами, там, чем-то еще. В самом простом варианте азартные игры – это тоже форма лжи, потому что, как бы, человек… вернее, нет, простите, нет, немножко ни с другой сферы. Вот азартные игры – чуть другое пойдет. Вот, то есть, ложью является, допустим, большая часть так называемых научных теорий, когда людям говорят, что они произошли от обезьяны, да, вот, или какие-то всякие теории большого взрыва и так далее. Это имеет статус научных теорий, официально в учебниках все об этом пишут, да, но с точки зрения абсолютной истины – это ложь. И когда детям в школе, допустим, эту ложь объясняют, формируют у них ложное мировоззрение, на основе которого у них развивается определенный образ жизни, да. Вот, соответственно, истина – это то, что изложено в богооткровенных писаниях. Наука может соответствовать этой истине, может не соответствовать. К сожалению, в нашу эпоху чаще всего не соответствует. Итак, второе направление, так сказать, греха – это вот то, что связано с какой-то ложью, распространением ложной информации, ложных теорий, там, и так далее, да. Вот, третье направление греха – это то, что связано с невоздержанностью. То есть, тапасия или аскетизм, то есть, как бы это обозначает, что человеку дается какое-то чувственное наслаждение, оно необходимо, но есть определенные меры, есть определенная доля, которая выделена человеку, как вот данная им Богом, да. Вот, и когда человек выходит за вот эти вот границы, теперь это становится грехом. То есть, когда излишне вот это вот самопотыкание себе в своих разных чувственных наслаждениях, вот незнание чувства меры, например, такие вещи, как там даже переедание, да, где-то чревоугодие, вот вам, пожалуйста, да, это все из той же сферы, то есть, это отрицает, вернее, противоречит этому принципу аскетизма, да. Вот, ну и, допустим, такие вещи, как вот эти вот все, там, какие-то вот азартные игры и прочее, прочее, это тоже, как бы, одна из форм обмана, да, вот, когда человек хочет получить деньги, не создавая полезных услуг или не создавая каких-то полезных товаров, вот. И еще один грех – это то, что называется нечистота. Вот, ну, здесь достаточно все утилитарно, потому что для того, чтобы, в конце концов, прийти к высшей цели жизни, необходимо очистить свое сознание, вот, и поскольку сознание находится в теле, то поддержание тела в чистоте – это тоже, так сказать, ну, полезная и вечность, есть связь между чистотой сознания и чистотой тела. Это, как бы, четыре направления, да, основных. А вот теперь уже, но чистота не только, допустим, физическая, да, чистота также определенная, ментальная, да. И вот теперь из этих четырех направлений можно вывести целую кучу деталей, да. Вот, если вы хотите понять, допустим, что вы там нарушили или не нарушили, ну, скачайте такой текст, как «Ману Санхита», вот, «Законы Ману» называют, или там «Манавадхармашастра», разное у нее название, вот. И там, я сейчас не помню, какая там по номеру, ну, в общем, в содержании, можно сказать, там, по-моему, какая-то восьмая или одиннадцатая глава, то есть она посвящена полностью перечислению различных греховных действий, которые в целом, в целом сводятся вот к этим четырем принципиальным основным вещам, которые я назвал, да, то есть вот есть чистота, аскетизм, милосердие, правдивость, а грехи – это все то, что этому противоречит, как раз в противоположную сторону. Поэтому для простоты можно ограничиться вот этими четырьмя простыми вещами, да. А если хотите детализацию, то, ну, либо уже вам, как говорится, творческое мышление в помощь, либо вот читаете тоже «Ману Санхиту», либо вот эту вот двадцать шестую главу пятой песни Шимадбагова, там, где достаточно подробно эти вещи тоже описаны. Да. Ну, я бы добавил, есть вопросы с западами Христка, Вячеслав говорит, ну, дело в том, что сколько западов, и десять, да, сколько у нас законов, и сколько у нас в высшей случаях отвечающих за эти законы? 53 миллиона, является, да? 33 миллиона. То есть есть соответствующая, соответствующая, эротическая, высшая там власть, которая следит за соблюдением. Поэтому, да, все просто. Давайте я закончу все-таки по поводу Ольги. Ольга говорит, вы понимаете, здесь две вещи. Первый человек – ваш муж, он болен. А это, может, его харма. Вот мы сейчас, я задам еще вопрос по поводу как раз-таки болезни. Так вот, это его харма, он имеет болезнь. Второй вопрос – вы. Значит, вы ушли, вы совершили действие. А я бы задал вопрос. А для чего вам было дано вот это вот? Вы совершили следствие? А почему вам был дано, почему он заболел? Поэтому здесь надо рассматривать это сразу в двух сторон. И его, и вас. Для этого надо войти, как говорится, в прошлое. Ну вот, вопрос такой. Ну, считается, что болезнь – это любая болезнь, любая. Вот, на основном, это кармическая болезнь. Так вот, болезнь нам дана, опять же, как назидание. Опять же, считается, что болезнь может быть отличительна. Вот как это все распространяется? Болезнь – это частный случай или частное проявление законы причинно-следственной связи. Ну, допустим, человек заболел там, ну, обыкновенной ОРВИ, да, просто вот какое-то там респираторное заболевание, все у него температура, сопли, кашель и так далее. И можно спросить, ну, при чем тут карма, да? Вот, то есть, если мы немножко примитивно понимаем карму. А все очень просто. То есть, допустим, наступает зима, да, снижается температура. То есть, снижение температуры обозначает, что тело находится немножко в экстремальных обстоятельствах, да, когда холодно, мы пытаемся это все компенсировать там какой-то одеждой. Тем не менее, сильный ветер, там, холод и так далее, все, оно все равно действует. Поэтому организм ослабевает, и вирусы, которые есть, значит, они попадают, и вот человек как бы поймал, да, этот вирус, и вот с ним начинает там что-то происходить. То есть, мы четко прослеживаем вот эту вот причинно-следственную связь. Вот, с другой стороны, мы видим, что, допустим, не все болеют, да, или кто-то болеет сильнее, кто-то болеет слабее. Потому что иммунитет у всех разный, это тоже причинно-следственная связь, да. То есть, человек с сильным иммунитетом меньше подвержен болезням, человек со слабым иммунитетом больше подвержен болезням. Теперь вопрос, почему у одного сильный иммунитет, у другого слабый? Опять же мы видим это корни в карме, что кто-то там раньше, допустим, какой-то неправильной деятельностью занимался, и поэтому у него, соответственно, тело более ослабленное, а у кого-то наоборот. То есть все карма, то есть просто есть карма очень тяжелая, так называемая Дритха Карма, это Дритха Карма, иначе это очень глубоко укорененное, то есть Дритха Адритха Карма менее укорененная, и есть Адритха Карма, то есть практически карма имеющая поверхностные корни, ну допустим, человек там по неосторожности порезал палец, это тоже карма, Ему нужно было порезаться все. Где-то когда-то он кого-то уколол или что-то еще, теперь к нему это все вернулось. Но это мелочи жизни. Вы там йодом помазали, пластырем заклеили, и через три дня вы уже забыли. То есть это карма такая, не имеющая глубоких корней. А есть, допустим, люди, которые рождаются с какой-то очень тяжелой, неизлечимой болезнью, или с какой-то инвалидом детства, какой у них церебральный паралич или что-нибудь еще. И вот они как бы не могут вести полноценную жизнь. Тоже карма, но эта карма практически неисправимая. Дритха-карма, то есть имеющая такие очень-очень глубокие корни. Вот это обозначает, что человек в прошлой жизни, может быть, кого-то он искалечил, изуродовал, и теперь он сам родился калекой, допустим, как вариант. Есть дритха-дритха-карма, то есть карма, которая имеет корни, но они корректируются. То есть в первом случае с порезом это все быстро проходит. Во втором случае, который я привел, это практически не проходит. Это всю жизнь человека сопровождает. А есть такие варианты, когда у человека есть предрасположенность к каким-то болезням, но при помощи правильного образа жизни, питания и так далее, каких-то корректирующих мер, он до определенной степени эти вопросы решает. Поэтому глубина кармы. Карма из-за моей глупости сейчас. Холодно на улице, а я пошел без шарфа, без шапки и простудился. Моя безалаберность. Либо карма, вызванная какими-то такими глубинными причинами. Поэтому здесь нужно смотреть, что карма – это все. Но вопрос, потому что ничего в этом мире не происходит без причины. Даже тот же самый примитивный насморк вы подхватили. Это карма или не карма? Конечно, карма, потому что было холодно, а вы пренебрегли и пошли без шапки, без шарфа, вот вы заболели, понимаете, да? Но это не та карма, которая идет, допустим, из прошлой жизни. Это карма, которая связана с какой-то, может быть, нынешней легкомысленностью, допустим. Вот и все. Поэтому эти вещи легко корректируются. А есть вещи, которые корректируются, но тяжелее, да? А есть вещи, которые не корректируются вообще, и поэтому человек вынужден это все принять. И все это разные уровни кармы. Понятно, понятно. Хорошо. Но, скажем так, как учитель, допустим, болезни, как можно воспринимать этого? Вот болезнь, скажем, а могут ли человеки болезнь, а наоборот умереть? А здесь и не так обязательно в это состояние прошлого входить. Я понимаю, что сейчас есть модное направление, регрессия и так далее. Но это не так уж… Кстати, я прошу прощения. По поводу регрессии, допустим, да? Вот смотрите, человек, ну, доктор, да, и дурцовый, да? Вводит вас в состоянии регрессии, мы начинаем вспоминать, якобы по поводу регрессии, ну, неважно, с целью определить, вот где конкретно, да? С одной стороны. С другой стороны, можно поговорить по запросу и по запросу. Кстати, кстати, я объяснял, я думаю, почему. Ну, я помню, я не помню. Так вот, это единственное, как бы, противо… Ну, короче, не надо входить в прошлое. Может быть, это не есть позитивно. Даже с целью жизни совершено или несовершено. Не положено нам в человеческом цели так. Да, то есть здесь вполне достаточно, если, допустим, у нас есть понимание того, что мир управляется справедливым Богом, который учитывает все вот эти вот наши прошлые позитивные, негативные поступки и по совокупности награждает нас определенным плоном. Если вот такое понимание у меня четкое есть, да, что в бухгалтерии Бога ошибок не существует, да, вот, тогда мне нет нужды погружаться при помощи регрессии в свою прошлую. Тем более, что там критерии оценки, как отличить, допустим, фантазию от реальности, таких явных критериев, насколько я понимаю, их не существует. Поэтому здесь может быть много какой-то, ну, достаточно ложной спекулятивной информации. Вот, но, опять же, я говорю, что… То есть не хочу сказать, что все там регрессологи, а не мошенники. Я не знаю, я, честно говоря, эту тему никогда сам практически не исследовал, не знаю. Вот, но дело не в этом. Я сейчас пытаюсь объяснить другой принцип, что если у меня есть вот это вот понимание, что Бог справедлив, то это обозначает, что все, что происходит со мной сейчас, это справедливо, независимо от того, знаю все детали или не знаю всех деталей. Понимаете? И если у меня такого понимания или веры нет, тогда у меня начинает копиться обида на судьбу, на Бога, на какую-то там несправедливость, что вот там почему вот эти люди, они полноценные, живут полноценной жизнью, а я там какой-то неполноценный и так далее. То есть такие оценки рождаются из невежества и страсти, когда я хочу чем-то там наслаждаться, думаю, что я имею право, и вот судьба несправедлива ко мне. Вот из каких установок рождается такое понимание. Если же с самого начала у человека правильные установки, он понимает, что его нынешние, допустим, ограниченные возможности, они вызваны его какими-то прошлыми деяниями, пусть он даже и не знает всех деталей, это неважно, то вот это само по себе и будет его правильным выводом. То есть болезнь не учитель само по себе. Но если человек, имея правильное сознание, занимает позицию ученика, вот тогда все, что угодно будет для него учителем. Тогда он может у телеграфного столба учиться каким-то определенным уроком, понимаете? И, допустим, в 11-й песне Шимат Багава там перечисляются 24 гуру или учителя, которых называет там один человек, он говорит, вот это те личности, некоторые даже вообще не личности, там некоторые природные явления были, до которых он чему-то там учился. Он говорит, я учусь. То есть если он занимает ученическую позицию, тогда любой для него учитель, и человек, и предмет, и животное, и какое-то там стихийное явление, он всего будет учиться, он будет наблюдать мир и делать выводы определенные. Если же человек находится в позиции претензии, то есть почему это со мной такое, значит, единственное, чего он достигнет, состояние обиды ужасной на весь мир, и он будет копить внутри себя токсины, ментальные токсины, которые с течением времени перерастут уже в реальные физические токсины, и только у сугубятого положения. Вот единственное, чего он добьется, да, свое такое ошибочной позиции, что к нему судьба несправедлива. Поэтому не то чтобы болезнь учитель, а сам человек, он ученик или нет, если он достаточно трезвомыслящий и совестливый человек, да, и понимает, что в мире есть справедливый Бог, тогда будет у него позиция ученика, и тогда он будет учиться. И тогда ему, может быть, даже больше можно надеяться на какое-то чудо, что что-то с ним такое произойдет позитивное, да. В то время как человек, который затаил вот эту вот обиду на судьбу и живет вот в этом настроении претензии, и в том, что к нему судьба несправедлива как-то там отнеслась, он ничему не может научиться, понимаете. К нему и болезнь его ничему не научит, и проповедь никакая ничего его не научит, потому что он на все смотрит через призму вот этой вот личной обиды и претензии. Понимаете? Понятно. А вот какой-то запрос, наверное, последний, на всем их не повезли, что ли. Вот смотрите, что происходит. Человека привезли куда-то, но попал он, даже с нами, с нами. А эта авария, куда он попал, это его, ну, как бы карма. Ну, и его, то есть это его урок, да. И в это время ему начинает кто-то помогать. Долго. К примеру. Ну, и то, и то, и то. А не нарушает ли он свою карму, поскольку это урок, который он долго был пройти, и он, в том числе, куда-то попытается лечить или объяснять, или что, то есть вмешивается. Нет, нет, нет. Потому что карма символизирует собой идею справедливости. Но кроме идеи справедливости, есть еще идея милосердия. Милосердия, взаимопомощи и так далее, сострадания какого-то определенного. И в Боге одновременно уживается и справедливость через закон кармы, он воздает нам по справедливости. А через идею своего сострадания и милосердия он проявляется, вернее, его идея сострадания и милосердия проявляется через людей, вот таких, да, как там врачи или какие-то, может быть, благотворительные организаторы, кто-то там еще. И это не есть противоречие. Это все есть в Боге, да. Вот потому что родители, он должен где-то своего ребенка, где-то там немножко и поругать, и наказать, и тут же пожалеть, да, то есть в конце концов для того, чтобы как-то его там исправить и показать ему, что наказание – это не просто какая-то месть, вот, а это форма исправления, исправления человека. Поэтому вот эти вот две идеи сострадания, которые проявляются через лечение, которое дает врач, да, или какая-то поддержка, допустим, от близких людей, это ни в коей мере не противоречит самой идее справедливости, идее кармы. Это все идет, как говорится, рука об руку. Это комплекс жизни. Вот, поэтому идея справедливости в виде кармы и идея сострадания в виде какой-то помощи или лечения, они находятся в таком диалектическом балансе. Вот, то есть внешне кажется, что они противоречат, вот, но это только внешне. Вот, если мы глубже посмотрим на процесс, то мы увидим, что и то, и другое – это проявление божественных законов. И хорошая новость состоит в том, что, в общем-то, в Боге сострадания больше. Вот, потому что, несмотря на то, что мы совершили много-много там разных каких-то грехов, да, за которыми мы получаем всякие разные реакции, все-таки его сострадание больше, поэтому он приходит и дает нам шанс какого-то освобождения, возвышения, дает знания, вплоть до, так сказать, полной реабилитации и восстановления в духовной реальности. Да, здесь все смешано, все смешано, да. Хорошо, дорогие друзья, уважаемые друзья, я благодарю вас за подробное объяснение, ну и наших участников, гостей и пищевых каналов «Санг Денис» за участие в этой программе. Мы продолжим, продолжим, может, и через некоторое время. Это общение мы, если кто не знает, много раз встречались с пройдет в Комару, по-году, встречались и даже очень общались, читали. Вот, поэтому, кому интересно, посмотрите программы в Ракивах, много программ. Может быть, не вопросы-ответы, как сейчас, формат, так сказать, сегодня. Были очень много лекций, очень интересных лекций, поэтому мы будем продолжать. Всего доброго еще раз. До новых встреч. Спасибо, да, до встречи. Всего.